Опасный маникюр. Эксперт рассказала, чем вредны уф-лампы для сушки гель-лака. Любительницы красивого маникюра и идеальных ногтей иногда даже не задумываются, что уф-лампы могут быть опасными для здоровья. Об этом в своем инстаграм рассказала биохакер Хадди Пьюр Бьюти и ее команда бьюти-экспертов. Научное сообщество однозначный ответ на этот вопрос не дает. Уф-лампы для фиксации гель-лака, продающиеся от профессиональных брендов в специализированных магазинах до Алиэкспресса, излучают преимущественно UV-излучение. Этот вид излучения не вызывает ожоги, но он ответственен за риск повреждения ДНК клеток кожи, матрикса ногти и играет важную роль в возникновении меланомы и других видов рака кожи. Что об этом думает докмит. Если изучить материалы в профессиональных медицинских источниках, то однозначного ответа можно и не получить. Исследования и мнений, однозначно демонстрирующих связь использования уф-ламп во время маникюра и возникновения рака, нет. Легкие гели и массаж, косметолог рассказала, как поменять уход за лицом и телом летом. Ученые успокаивают, что если бы была обнаружена между ними прямая связь, уф-лампы уже давно были бы под запретом. В профессиональных источниках есть лишь пара таких случаев. И оба у пациенток, работавших в маникюрных салонах. Исследований на эту тему несколько. В ходе одного было выявлено, что повреждение ДНК может произойти после 8 сеансов маникюра. Данные другого исследования говорят, что уф-лампы безопасно использовать от 36 минут до 4,5 часов в день. К слову, большинство авторов вообще сходятся на том, что уф-излучение не проникает под ногтевую пластину. Несмотря на то, что данных пока еще мало, Американская Академия дерматологов рекомендует не расслабляться и перед маникюром наносить на кожу солнцезащитный крем. Или же проводить процедуру в специальных перчатках без пальцев. Раньше косметолог рассказала, как ухаживать за шеей, чтобы не было колец Венеры.